Привет, друзья! Вот я междисциплинарник. У меня много любимых дел. Я и художник, и писатель, и наукой занимаюсь, и педагог, потому что я обучаю людей стрессоустойчивость и использование энергии стресса как могучий потенциал для вдохновения. Как этот потенциал раскрыть, я обучаю. У нас скоро будет ликбез. Кто не подписан, подпишитесь на канал, чтобы новости не пропустить. Это важно. Я показывал в прошлый раз картину, которую сейчас дорисовываю в соответствии с вашими пожеланиями и советами. Да, ну вот что пока получается. Видите, он там шары надувает, пузыри пускает, и, как говорится, нам до лампочки все эти швабы, потому что у нас есть метод ключ. В прошлый раз на роликах я показывал, как делается волна, чтобы снимать стресс, как делается ключевое дыхание, как делаются шалтай-болтай, показывал, как делаются другие приемы. Ваша задача лично для себя подбирать то, что вам больше подходит по критерию максимальной комфортности. Никогда не надо делать те упражнения, которые вам не подходят. Именно сам подбор этих приемов, сам процесс подбора путем перебора развивает креативную работу мозга. Вы потом другие какие-то задачи решаете проще и быстрее. В этом суть ключа. Значит, смотрите ролики. И особенно смотрите, вот с разными названиями ролики, в которых есть слово «ликбез». Это бесплатные часы, там я показываю, рассказываю разные приемы, как их подбирать, куда приходят в Zoom, который мы туда сбрасываем. Люди из разных стран, и они тоже обучаются, и они тоже показывают, как получают результаты прямо по ходу применения приемов. И потом всю жизнь этим пользуются. В самых разных ситуациях. Метод-ключ для применения нужен, когда возникают условия неопределенности или какие-то экстремальные ситуации. Может быть, с организмом, а может быть, с обстоятельствами. Это очень хороший способ не только выжить, но и развить свои качества и способности. И особенно, если у вас много любимых видов деятельности, поэтому я и начал с этого. Я мультидисциплинарник такой. Я ключ создал на стыке наук и различных видов деятельности. И поэтому я и придумал школу «Человек будущего», я и придумал науку человечности, чтобы мы вместе создавали, определяли понятия, что значит любовь, созидание, сопереживание, чувство бесценности живого, что счастье – это быть собой, а совместное счастье, когда вы, допустим, оставаясь собой, одновременно и вместе, оставаясь собой, вместе счастливы – это очень редкое явление. Но к этому мы стремимся, потому что каждый, если овладевает ключом, а это самый лучший, самый простой, быстрый и эффективный метод в мире, только по одной причине, что там есть подбор приёмов путём перебора по критерию максимальной комфортности, которые доступны вам, именно вам. А те, которые вам не подходят, отбрасывайте. Это новое правило обучения – делай то, что получается, отбрасывай то, что не выходит. И тогда у тебя начинает получаться, и стресс снимается, и начинает получаться то, что раньше не получалось. Поэтому смотрите наши ликбезы. Через день-два будет объявление. Не пропустите. А это вот, ещё раз посмотрите, да. Какая получается картина с вашей помощью? Урок коллективного разума. Потому что я уже говорил, коллективный разум, эти наши уроки тоже нужны, чтобы потом мы не картину вместе рисовали, а решали глобальные вопросы человека и человечества. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...